Ну, глава спросил, где и когда проходил турнир, что за турнир, сколько стран принимало участие, тяжело ли ребятам было выступать, потому что многие из них, вообще для всех, для каждого из них это такой первый международный опыт. Спросил, как отдохнули, о дальнейших наших планах, интересовался. Мы договорились с Алексеем Маратовичем, так как от Черманжиев он уже неоднократно привозит призёров с Европы, есть чемпионы мира, то есть результаты хорошие у них. И мы договорились в спортивном комплексе от имени Алексея Маратовича, я переговорил с директором спортивного комплекса, чтобы выделили помещение в этом комплексе для занятий, чтобы ребята, каратеситары, именно этот вид, тоже могли заниматься в хороших условиях. А доме ли занимались? Да, доме, у них есть помещение, оно же маленькое, искали другое, мы не могли найти по городу. Поэтому есть на данный момент сложности, трудности с помещением для занятий. Но, вроде бы, на сегодня вопрос договорились, что решено. Вы можете сказать, что при содействии Алексея Маратовича, кто-то с СССР? Да, да, при содействии, да, будет бесплатно, что решается. Вы сказали, у вас завтра поездка идет на сбору, можно попросить? Да, завтра мы, рано утром мы выезжаем в Анапу, к Асену Цукову, у Чехова тренировочные сборы, со сборной России, в которой полный главный треймер, сборная России по Восточному Думану и Дневнодорству, Виктор Сергеевич Машенко. Ну, сборы продлятся с 15 по 30 июля, в рамках подготовки в предстоящем турнире. В октябре, с 19 по 23 октября, в городе Монтаре, в Мексике, будет проходить Первенство миров по каратадоси-тарю. То есть, с этой целью мы, в рамках подготовки именно к этому мероприятию, первенство миров, мы едем. А все ребята поедут, да, все члены сбора, кто сегодня, например, участвует на Чемпионат мира в Монтаре? На Чемпионат мира в Монтаре, этот вопрос очень сложный, потому что Мексика это далеко. И поездка на одного человека стоит, по крайней мере, 130 тысяч рублей. Ну, скажите, что он сразу же как? Вообще есть эти планы проездки или какой-то бюджетный образ жизни? Пока мы... Вопрос обсуждается, да? Вопрос обсуждается, да. И, естественно, все на плечах родителей, в большинстве своих. Поэтому... Федерация какая-то не берем на себя? Федерация это общественная организация, не коммерческая. То есть она нужна общественная врача. У нас нет какой-то общественной. Вы вообще довольны у себя, по-моему, своим воспитанникам? Или есть вот эта работа на душе, что она будет? Да, конечно. Вообще, я не ожидал, что мы, поедем на этот, на эти 30-е уроки, был такой результат. Потому что это впервые вообще коммутили, все остальные, как это был коммут. Ребята добились таких успехов. Поэтому многие из них выступили хорошо. Но, учитывая, что это был первый международный опыт такого урока, я считаю, что все справились с своей задачей достойно. Достойно, да. Остаивали честь и страны, и нашей республике. Ну, предстоит нам небольшая... Даже большая, конечно, работа над ошибками, но... Одного года справиться, потому что он очень усердный и трудолюбивый путь. Представьте, пожалуйста, какую-то победу. Конечно, это первое, то есть соревнования такого уровня. Ну, бой был сложный, то я был сам. Да, бои некоторые были сложные. Первый бой такой был. Легковатый, сколько. А финал был, типа, там Словак попался. И вот мы с ним не купились. И я его выбрал еще 3-1. Это достаточно небольшой уровень. Мог отыграть вот эти два балла и выбрать, занять первое место. И я пытался сохранить свои баллы. Как-то так. Сколько лет занимаешься? Я его курс трех. Как зовут? Салунов Сергей. Как? Салунов Сергей. Это твоя первая награда, да? Вообще? Да. Нет. 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 И с российского уровня есть, да? Да. И с республиканского, да? Да. Ну, хорошо, спасибо. Так, у нас девочкам сложно было. Как зовут? Москва-Льзято. Как? Москва-Льзято. Москва-Льзято. Эльзято? Эльзято. Эльзято? Так, у тебя девять лет, да? Ну, смотри, вот ты с девочками же там была на ринге. У тебя был какой-то, вот скажем, какой-то свой прием, который ты применила, и вот он удался, и вот ты оказалась на пьедестале почета? Такого любимого приема нет? Еще нет? А? Да, я работала в корпусе. Что-что? В корпусе, ну, да. Давай расскажи впечатление вообще, вот ты первый раз была, да? Это вот ваш тренер говорит, это ваш первый международный опыт, поэтому вот расскажи впечатление вот об этом первенстве. Ладно, девочка, мальчик давай рассказывай, так. Мальчика как зовут? Соленов Александр. А, вы два брата? Да. Так. Сколько лет? Одиннадцать. Ну, давай, ты последовал примеру брата, да? Да. Ну, я вообще впервые не был выступил. Так. И задал тон, да? Да. Он не должен был подвести младшего брата, да? Да. Ну, впечатление какое, давай расскажи. Впечатление хорошее, мне понравилось вообще. Я не волновался перед соревнованиями. Вышел на тотайм, вот тогда заволновался. А так. Как переборол волнение, как ты вот выиграл, что вот, как ты сконцентрировался, как? Он сказал себе, надо выиграть и все. И выиграл. И выиграл. А соперники были сильные? Хорошие. Ну, расскажи полное предложение. Какие соперники были сильные, но пришлось потрудиться там? Соперники достаточно были натренированные, но тоже, как и я. Но я оказался сильнее. Ну, вот так. Спасибо.